Мы начинаем наш второй набор задач под названием делимость. В прошлый раз мы изучали, что бывают четные числа, которые там 2, 4, 6, которые делятся на 2. Но делить можно не только на 2, можно делить там на 3, 4, в общем на разные можно делить. Соответственно, мы можем дать общее определение. Значит, что значит, что А делится на Б? Значит, это значит, что можно, ну если у нас имеется А яблок, то ее можно разбить на кучи по Б яблок. Ну или там, если у нас там сколько-то куч, значит А равняется Б умножить на какое-то целое количество куч. Значит, А делится на Б, если А можно представить в виде Б на К, где К целое число. Ну А и Б тоже целые числа, как у нас всегда. Поэтому, ну как это еще можно сказать, что, ну там если у нас имеется отрезок длиной в А, и такая мерка, ну такая мерная, мерный циркуль, я не знаю что, длиной Б, то вот единиц, то значит он целое число раз укладывается и ничего не остается. Или если у нас там надо заплатить А рублей, а у нас имеются только монеты по Б рублей, то этими монетами можно заплатить. Значит, а еще говорят, что А это кратное Б, то есть, ну кратное это как вот неоднократно, еще неоднократно выйдет датчик погулять, поют в мультфильме, вот эта кратность это и есть, это вот сколько раз. А Б называется еще делителем А. Есть такая, пишут вот Б делитель А так, иногда еще пишут, но это только, я думаю, такое локальное советско-российское обозначение, что А делится на Б с тремя точками, потому что, скажем, в техе такой просто нету, такого символа, из чего я заключаю, что его нигде в других местах в англоязычных текстах не употребляют. Ну, неважно, значит, ну давайте, давайте, значит, переразберем задачи, которые у нас есть. Я хочу еще заметить про четность, про то, что мы, когда говорили в прошлый раз про четность, мы, когда говорили, что А четно, то есть А делится на 2, мы как раз так и писали, что А это 2 умножить на К, и вот именно это мы сейчас и будем продолжать делать, просто поменяем букву Б на разные другие штучки. Да, значит, если Б равно 2, то, значит, вот мы просто А равняется 2К, то есть А кратно 2, если А представим в виде 2 умножить на К, ну или К умножить на 2, там как угодно. Хорошо, значит, первая задача – заполнить пробел. Положительное число А кратно Б, если на круговом шоссе длиной в Б километров мы что-то такое проехав А километров. Ну, это такая, наверное, глупо это спрашивать, и все понимают, что, ну пусть кто-нибудь все-таки скажет, для порядка, что надо поставить вместо этого самого многоточия, что мы должны сделать, если А кратно Б. Наверное, что это связано с числом кругов. Да, значит, ну вот сколько раз К, это столько кругов мы должны сделать. Если мы после этого вернемся в точку старта, ну вот мы там едем по шоссе, мы можем вообще, ну мы где-то остановились там. Если оно, мы можем где угодно остановиться, но если окажется, что мы сделали целое число кругов К и вернулись в точку старта, то это как раз значит, что если мы сделали К кругов, то Б равняется, нет, не Б равняется, а равняется, сколько мы проехали, мы К раз объехали все шоссе. То есть вот в этом и состоит наша пропущенная фраза, что сделаем целое число кругов и вернемся, где начали. Так, хорошо, чего там у нас дальше? Скажите кто-нибудь. Сколько целых положительных делителей у числа 18? Значит, целых положительных делителей. То есть, скажем, 1 считается делителем, потому что 1 18 раз по одному и будет 1. А, скажем, минус 1 не считается делителем и минус 18 не считается делителем, потому что они там целые, но не положительные. А там, я не знаю, 1,8, это, конечно, как бы 10 раз оно там укладывается, отрезок 1,8, но он не считается делителем, потому что он не целый. Мы рассматриваем только целые числа, и вот этого всего ничего у нас нет. И забыли про это. И сколько их? Я предложил сразу пытаться смотреть, что мы можем засунуть 18. Вот как 1,8-10 раз засунули, но оно не подошло. Ну и идти с самого маленького. Вот 18 удается засунуть 2, и при этом оно засовывается 9 раз. Да. Значит, я так немного смухлю и запишу сразу 2 делителя. И 2, и 9, потому что они в произведении дают 18, а значит, делителем является и 2, и 9. Ну и дальше мы пойдем вот прямо совсем по порядку, не будем никак пытаться сделать умнее. 3 влезает, 18 делить на 3 будет 6, 4, 18 не влезает нацело, потому что... 16 набирается, а дальше еще одна четверка не влезает, да. Соответственно, пятерка тоже, а шестерка у меня уже была. Это значит, что я могу в этот момент остановиться, потому что если бы что-то больше, чем шестерка, я забыл, то вторым произведением было бы что-то меньше, чем шестерка. Чем тройка. Чем тройка, да. И значит, я могу остановиться и сказать, что вот, все перебрали. Да. Ну, в общем, тут так или иначе некоторый перебор нужен. Сейчас, а кто-нибудь помнит, как это пишется, как надо написать на питоне? По-моему, там, вот если кто умеет программировать, как-то там кажется, так пишется. ForE in что? Наверное, range? Range от 1.19, да? Большой вопрос, докуда идти? Ну, по крайней мере, больше 18 не бывает, поэтому можно это самое... А дальше можно написать так, что if 18... Ну, тут, правда, есть такое научное слово про остаток, но уж я напишу этого. 18 делится на i равно нулю. Нет, это дико, конечно, но так принято. То, значит, пишут print от i, наверное, да. И вот все эти числа, собственно, 6 чисел, которые у нас есть, все они, я надеюсь, будут напечатаны, если мы что-то не перепутали. Но я тут, конечно, не поручусь, но, наверное. А зачем мы в этой записи пишем 19? Чтобы уже наверняка... Нет, а потому что там, кажется, от а до б, там так, что а включительно, а б исключительно. Ааа. По-моему, так... Вот кто-нибудь знает точно? Я уверен, да, да, именно так. Да, 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 все правильно, да. Нет, ну, на самом деле, если написать range 18, то это будет от 0 до 18, а, значит, там, кажется, кажется, так надо писать. Мне прилично. Хорошо. Ладно. Что у нас дальше? Дальше у нас надо... Спрашивается, какие числа делятся на 1? Значит, ну, в принципе, раз уж у нас есть определение, то это определение можно применять направо и налево. Значит, если уж мы объявили что-то, то оно должно иметь смысл... Значит, а... Что значит, что а делится на 1? Как это сказать? Сейчас, ну, у нас по определению просто мы можем записать, что а – это 1 умножить на к, да? Где к – это любое число. Ну, нам нужно представить а в виде 1 умножить на к. Да, спрашивается, как же бы нам его так представить? Какое бы нам такое выбрать к, чтобы а равнялось 1 умножить на к? Да, ну, то самое. Дело не хитрое. А, значит, а делится... Любое число делится... Значит, у нас на самом деле есть... Значит, когда мы а делим на b, то тут мы договорились про разные вещи. Во-первых, они целые. Во-вторых, b больше нуля. 1 больше нуля, так что это нормально. А вот а – любое целое число, оно, может быть, не обязательно больше нуля. Значит, и спрашивается, в каком... Ну, например, 0 делится на что? Когда 0 делится на что-то? Или когда там минус какое-то число, там минус 7 делится на что-то? Когда это будет? Скажите, заметим, что 0 всегда может представить, как 0 умножить на... Ну, вообще, любое число. Да, сколько вы раз вам не возвращали долг в 0 этих самых рублей, у вас все равно никаких денег не будет. Да, ну, отсюда прямо следует, что 0 кратно любому целому k. Значит, ну, формально, значит, если бы мы хотели прямо записать так, чтобы это можно было там сдавать на проверку предвзятым экзаменатором, надо было бы написать, что докажем, что 0 делится на любое число, целое число k, целое положительное k. В самом деле 0 равняется 0 умножить на k, поэтому по определению 0 делится на k. Да, ну, 0 делится на это самое, на любое k. Ну, и скажем, отрицательное число, ну, можно даже для произвольности добавить там минус, минус x. Минус x. Да, ну, тогда это или тогда, когда само x делится на k. Да, то есть этот самый минус на самом деле ничего не значит. Это значит, просто само x должно делиться на k. Почему? Ну, почему, мы предположим, что, ну, в одну сторону, скажем, что x представляется как a на k. Да, но у нас не очень хорошо, потому что раньше мы на что делили обозначали буквы типа a. Да, ну, хорошо. Множитель, давай мы вместо k напишем b какой-нибудь. Ой. Ну, или что? Ну, нет, ну, хорошо. Нет, вообще, конечно, мы вправе использовать любые буквы, но просто... Это физики только, там, массы, это m, там, скорость света c. А если обозначить все другими буквами, то они сойдут с ума. А в математике обычно такое более терпимо. Значит, почему, если x делится на b, то минус x делится на b и наоборот? Ну, для сохранения симметричности можно написать так, и там, минус x равно... Так, ты можешь что-нибудь написать или лучше мне написать? Я... Ну, давай я... По-моему, я не умею написать. Да, ну, хорошо. Тогда скажи, что я должен писать. Ну, так, например, слева можно писать, минус x равно минус a на b. Минус a на b. Да, и то же тогда это, когда x равно a на b. Да, x равно... Но это мы так написали эквивалентность, а расшифровывать мы будем так, что... Если x представляется как целое a на b... Если x делится на b, то x можно представить в виде произведения целого a и какого-то b. Да. Но тогда минусы к нам представить как произведение... В этот минус a, где a это было, то целых представлений x. Да, вот фирудно написать минус a в скобках, это на самом деле все равно есть такая... Можно минус выносить и вносить. И поэтому минус x делится на b. Ну и наоборот, если минус x представляется каким-то образом... Ну, если минус x делится на b, то бишь представляется каким-то образом как... Ну, скажем так, вот для полноты, как c на b, то это c может представить как минус a. Если минус x представляется c на b, то x представляется как минус c на b. Да. Да, но еще можно было бы сказать, ну, чтобы, так сказать, выпендриться, что если минус x делится на b, то по уже доказанному минус минус x делится на b. А минус x минус минус x равно x, поэтому как бы даже не надо доказать все в обратную сторону. Ну да. Вот, но хорошо, а делится ли это самое... Какие числа делятся на 0? Вот вообще-то мы это запретили заранее очень-очень предусмотрительно. Но давайте временно это забудем, а просто будем использовать наше определение. Тогда какие числа будут делиться на 0? Ну, вообще-то всякое число представимое в виде 0 на a, оно уже будет равно 0. Все краны 0, как бы это будут те числа, которые получаются, если 0 на что-то умножить. Да, но такое произведение, оно всегда равно 0, соответственно, только лишь 0 может быть кратен 0 в этом новом определении. Ну, это цел... Я, кстати, не знаю, вот, что, если спросить Министерство просвещения, и их каких-нибудь этих, у них есть специальные методисты, которые должны отвечать на вопросы там по ЕГЭ. Вот делится ли 0 на 0? Тань, может, ты случайно знаешь, как... Нет, ну, на 0 делить нельзя, поэтому тут уж как бы... Ну, да, да. Нельзя делить на 0. Нельзя, да. Даже 0 нельзя делить на 0, понимаешь? Ну, как же, с другой стороны, мы же знаем, что 2х всегда делится на х, правда ведь? Ну, ты же у тебя х положительный, у тебя вроде... Нет, нет, ну, так... Не знаю, ну... Почему не подставить сюда их равно 0? Нет, в общем, так или иначе, давайте не будем... Просто не будем говорить ни да, ни нет, но в смысле, что вообще даже вопрос такой запретим себе задавать. Делится ли какое-то число на 0? Вот... Такое даже нельзя спрашивать. А если... А если бы мы по нашему определению спрашивали, какие числа делятся на отрицательное? Например, в каком случае число А делится на минус 2? Вот если забыть про это ограничение. Если про наше ограничение, что делитель должен положительным забыть и просто формально применять определение при, значит, с этим самым... Что у нас получится? Кажется, ровно то же самое, что если делим на 2, то делится и на минус 2. Если А равняется 2, то там значит А равняется, там минус 2... Минус К. Да, минус К. Так что делимость на минус 2, если бы она была, это самое, определена, если бы мы ее определили, то, наверное, бы, значит, делили бы те же самые, при рассумном определении, делили бы те же самые числа, что... А почему мы, кстати, ее запрещаем? Ну, не знаю, допустим, мы хотим сказать какой-нибудь там наименьший делитель, потому что единица – это наименьший делитель числа делителей. Ну, чтобы не повторять наименьший положительный делитель, да? Ну, я не знаю, вот что в официальной школьной программе. Отрицательные числа, я думаю, нельзя, не считаются делителями. Ну, на них не считают. Ну, или мы хотим сказать, что число 7 простое, потому что у него только два делителя 1 и 7. А так у него были бы еще делители минус 1 и минус 7, их было бы 4, и это как-то было бы глупо. Ну, мне кажется, в официальной программе вообще не обсуждается особенно делимость отрицательных чисел. Вот это все разговоры про... То есть даже... Делителей наименьше, наибольше, это обычно все обсуждается в применении к положительным числам. А, то есть минус 3 даже нельзя разделить на... Нет, ну не то, что нельзя, но просто... Кому голову не придется. Ну да, но это как в Винни-Пухе, что бывает северный полюс и южный полюс, а еще это восточный и западный, но о них обычно в школе не говорят. Просто когда мы, например, доживем до того, что начнем делить многочлены друг на друга, там мы ни о каких минусах заботиться не будем. Да, 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 это действительно... Ну да, но поэтому, мне кажется, полезно как раз обсудить, что вот ограничение, что не ноль, оно существенное, да, ограничение то, что число обязательно должно быть, не должно быть отрицательным, да, должно быть строго положительным, оно больше такое, ну, терминологическое и не ведет никаким, ну, серьезным содержательным проблемам. Ну, не считая того, что разложение на множестве у нас станет 2, это неприятно, хотелось бы этого избежать. Ну, ну, почему 2, а там очень много будет разложить? Нет, ну, надо было раскладано многочлены, их тоже станет не 2, а даже бесконечно много, просто они будут точно сюда обратимых элементов. Ладно, хорошо, значит, а это мы... Самое, значит, а попасть, да, кстати, еще одно тоже вот предупреждение, которое важное на самом деле, считать ли ноль натуральным числом. Вот это, по-моему, твердо совершенно в российской школе не считается натуральным числом, вот строго и настрой. Да, это очень логично, не считать его натуральным числом, потому что так гораздо удобнее. Не сказал. При всем уважении, при всем неуважении, сосиски, с системой базовой в ящике не натуральный, это как-то нехорошо, ведь там нет яблок. Как-то, в общем, ну, есть разные мнения, там, есть даже философы, которые объясняют, что числа бывают порядковые и количественные. Вот ноль это количественное, но не порядковые. Ну, в общем, ладно. Значит, следующая задача, докажите, что если два числа а и b делятся на c, ну, то у нас было значить, что сумма четных чисел четна. Но точно так же, что если а и b делятся на c, то а плюс b и а минус b тоже делятся на c. Тоже. Да, как это доказать? Ну, ясно, что если мы можем уплатить а рублей и b рублей монетами по c рублей, то, наверное, как-то мы сможем уплатить уже и а плюс b тоже. Но если так занудно и формально, как это сказать? Ну как, так же, видимо, как мы в прошлый раз обсуждали, что сумма четвертая. Ну, давай все-таки скажем это так же. А можно представить в виде c умножить на k. Поскольку а делится на c, то по определению а можно представить в виде k на c, где k некоторое целое число. Да. А b, соответственно, можно представить в виде n на c, где n это какое-то тоже целое число. Аналогичным образом, да. Ну вот. Теперь нам нужно показать, что сумму а плюс b тоже можно представить в таком виде. c умножить на какое-то целое число. Да. Вот если мы сложим... Что же это за целое число такое, глядя на эту форму? Как бы нам догадаться, что же это за число такое? Да, k умножить на c плюс n умножить на c. Выносим c за скобку. Отлично, да. Вот, и получается, что нужное нам целое число, это как раз k плюс n. Да. Ну-ка. А, вот. Хорошо. Значит, это... Теперь что здесь надо поменять, чтобы получить разность? Плюс везде, минус везде. Значит, надо здесь написать минус. А, нет, просто везде надо написать минус. Никаких, никаких, ничего такого нет. Значит, разность двух целых чисел, делящихся на c, тоже делится на c. Вот. Следующее мы должны потренироваться, это то, чтобы в прошлый раз, значит, долго рассусоливали, про рассуждение от противного. Значит, это у нас выглядит так. Значит, а у нас делится на c, а b не делится на c. И нужно доказать, ну, например, что a плюс b не делится на c. Значит, как это надо доказывать? Ну, то есть, наверное, понятно, как это надо доказывать, но как это надо записывать, чтобы комар носа из министерства посвящения, полетевший, не подточил бы. Так, мы хотим от противного, да? Хотим сказать, что предположим, что a плюс b делится на c. Пусть a плюс b делится на c. Пусть a плюс b делится на c. Да. Вот, тогда b представляем в виде разности. Ну, мы можем даже просто сослаться на уже доказанное. Можем с... Ну, да, сейчас мы сошлём. А плюс b представим в виде разности. Да. b равно a плюс b минус a. Вот, и теперь у нас здесь a плюс b делится на c по предположению, и a делится на c по условию. Да. А разность двух чисел, делящихся на c, всегда делится на c. Значит, результат... То противоречит нашему предположению о том, что b не делится на c. И полученное противоречие доказывает, что мы... Значит, то, что мы предположили, неверно. Вот это вот предположение наше, оно неверно. Вот, если все эти слова повторять в нужном порядке, то все будут довольны. Хорошо, давайте мы потренируемся ещё их в этом порядке повторять. Пусть мы хотим доказать теперь про a минус b. Значит, сначала легко. Почему просто записываем вот так? Пусть a минус b не делится на c. Тогда что надо написать? Ну, теперь нам надо как-то b представить по-другому. Да. Значит, мы напишем a минус b минус a. a минус b минус a – это не совсем то, что нам нужно. А, это получится не b, а минус b. Да. Ну, можно было бы объявить, что мы уже доказывали, что минус тяжело делится тогда и только без минуса. Но проще, проще, наверное, просто написать a минус b. Ну, а дальше всё то же самое. Разница двух чисел делящихся на c, там, т, 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 т. Делится на c, полученные противоречия показывает, и, в общем, всё такое. Вот. Теперь дальше, ну, как бы мы как бы, вот мы раньше у нас были чётные числа и нечётные числа. Сумма чётных была, там, чётные, сумма нечётных была, тоже чётные, там, и всё такое. А теперь у нас вместо чётных и нечётных есть делящиеся и не делящиеся. Значит, пусть у нас теперь такой вариант, когда оба числа не делятся. Ну, давайте уж это самое я напишу чётное. А не делятся на c, и b не делятся на c. Что можно сказать про a плюс b и a минус b? Как это объяснить? Ну, тут по-разному может быть. Да, 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 да. Жизнь сложнее, чем кажется. Вот сумма двух нечётных чисел была чётной, а сумма двух чисел, которые не делятся на 3, она может, так её и перетак, она может делиться, а может не делиться. Значит, ну, например, 4 плюс 4 и 5 плюс. Да, 4 плюс 4, значит, c у нас 3. Значит, 4 плюс 4, значит, 4 и 5 не делятся на 3. А 4 плюс 4 не делятся, и 5 плюс 5 не делятся. А вот почему-то 5 плюс 4 вдруг делятся. То есть, по-разному. Хуже того, если мы возьмём... У нас раньше сумма и разность, они всё время были одинаковы. Что вот если а плюс b делится на 2, то и а минус b будет делиться на 2. Или если а и минус b не делятся, то и а плюс b не будет. А здесь так не работает. Здесь 4 плюс 4 не делится на 3, а 4 минус 4, по нашим договорённостям, что так можно, действительно будет делиться на 3. То есть, оно будет ещё меняться в зависимости от того, складываем мы их или вычитаем. А раньше такого как-то не встречалось. Нет, ну на самом деле мы там скоро увидим, от чего это происходит. Что, значит, когда числа мы делим на 3, то они бывают на 2, они бывают чётные и нечётные. Там 0, чётные и нечётные, там чётные и нечётные и так далее. А когда мы делим на 3, то они бывают 1 делится, а потом хоп-хоп не делятся, а потом снова делятся, потом вот снова 2 не делятся и так далее. Значит, поэтому вот тут как бы эти, которые не делятся, они какие-то более такие разнообразные, и правильно их классифицировать, вот на самом деле еще разделить на две группы, вот так, чтобы были вот эти, которые, они называются достаток 1, а еще бывают вот эти, которые достаток 2. Но это у нас все будет очень подробно, мы еще замучились. Ну, это все очень просто, но просто надо подробно будем разбирать. Так, хорошо, значит след, след, сейчас чей-то он подвинулся, след, следующее, значит у нас, что если А делится на Б, а Б делится на С, то, значит, из этого следует, что А делится на С. Так, ну тоже довольно понятно, что если А можно уплатить Б-рублевыми монетами, а теперь вместо Б-рублевых, нам некоторые более мелкие, которым можно уплатить Б-рублей, то естественно, что эти более мелкими тоже можно уплатить А. Но как это сказать научно? Или псевдонаучно? Нет, ну почему это псевдона? Нет, нет, ну хорошо, квазиновый. Это не так обидно, да. Мне так, мне так очень нравится, что если мы говорим, что А делится на Б, благодаря тому, что в А берется целое число раз Б, что если можно записать А как К на Б, и при этом само Б можно заменить надписью какой-то Н на С, то вот у нас и вышло, что А можно записать как К на Н на С. Да, и это заметим совершенно законно, даже если там А отрицательные, или Б отрицательные, или что-то, это все не важно. А нет, Б не может быть отрицательным, потому что делительные отрицательные числа мы себе не позволяем. Но, по крайней мере, А уж может быть отрицательным. Ну, тут тоже можно задавать разные вопросы, что, например, А не делится на Б, а Б делится на С. Следует ли отсюда что-нибудь про А и С, но ладно. Значит, следующая задача, значит, вот если мы, такое правило, это такая таблица умножения для делимости чисел, значит, это чисел, делящихся на К. Значит, вот у нас имеется, ну, можно себе представить, что раньше у нас были четные и нечетные, а теперь такая вот упрощенная таблица, она выглядит вот так. Вот у нас есть делящиеся на К, есть неделящиеся на К, и мы их умножаем. Значит, здесь тоже делящиеся и неделящиеся. Что можно сказать про эти клеточки? Ну, мы уже готовы к худшему, и иногда, может быть, ничего нельзя сказать, но тем не менее. Так, ну что, значит, мы по очереди делящиеся на К умножаем на делящиеся. А почему мы на К пишем? На К, да? У нас путаница все время между К и не К. Это мы так тренируемся специально, не зависеть от букв. Ну, давай скажем так. Хорошо. Значит, там написано, что хотя бы один со множеством произведений делится на К, то и все произведение на К, вот она делится на К, это надо доказать. Ага. То есть, это означает, что мы на самом деле рассматриваем либо первую строчку целиком, да, либо первый столбец. Да. Сразу. То есть, вот здесь все время говорят, они будут делиться. Да. Да. Почему? Хорошо. Ну, значит, допустим, у нас два числа А и Б. Тогда одно из них, ну, к примеру, А, можем представить в виде К умножить на Н. Здесь у нас К как раз обозначает подбираемое нами целое число, а то число, на которое все должно делиться. Да. Ну вот, теперь независимо от того, что у нас с Б, если мы запишем произведение А умножить на Б, у нас получится К умножить на Н умножить на Б. Да. И, ну, так она сначала у нас вот так получится, а дальше, если воспользоваться этой самой ассоциативностью или переместительной, наверное, К на Н на Б, вот можно написать, и получится, что, значит, А, Б у нас делится вот на это самое К. А что же будет с этим самым, если оба не делятся? Ну, что же будет, если оба не делятся? Да. Можем ли мы что-нибудь такое определенное сказать здесь? Вот суммы мы не могли сказать точно. Никакого правила быть не могло. Но могли быть оба варианта. Здесь тоже, опять же, можно приводить пример, и все будет не работать. Значит, вот для какого К? Ну, для К равного 8. Да. Для К равного 8. И умножим мы 6 на 12. Да. 6 не делится и 12 не делится. А если умножить, то будет 6, 10, 60, 72. То есть, вот 6 не делится, 12 не делится, а 72 такое-сякое делится. Потому что оно 8 на 9. Значит, здесь, по крайней мере, бывает, что делится. Ну, а что не делится, это, наверное, проще даже придумать. Ну, всегда все делится просто, да, действительно. Что хочешь умножая, всегда будет делиться на все, что хочешь. Так и получается. В смысле? Нет. Если мы взяли число, которое не делится, то самое. Да. Можно построить пример, когда мы перемножаем, и все равно не делится. Да. Нужно, что вот не то не делится, оба со множеством. Ну, допустим, 6 на 5, и 7 не делится. У вас какие-то такие сложные примеры, можно сказать, 1 и 1. Да, может, 1 на 1, и не будет. Единождь, 1, 1. Это я уже просто раз пытался вспомнить стихотворение, но позорно провалился. Единождь, 1, 1. Значит, может быть, и так, и так. Но тут, на самом деле... Давайте еще добавим, что у нас так получилось, что мы просто, может быть, делим на что-то более большое, чем то, что мы делим. Мне кажется, это всегда поражает. Как это можно 6 пытаться поделить на 8? Оно же просто, ну, поменьше будет. Но, на самом деле, мне кажется, неправда, что... Ну, в смысле, правда, что можно взять и побольше. Да-да-да, может быть, если просто взять поменьше, то не будет работать. А вот если взять большие, то всегда будет работать. Но вот на всякий случай убедимся, что и 12 на 12 точно так же не будет делиться на 8. Как это не будет делиться на 8? Интересное дело. Ой, наоборот, будет, конечно, простите. 12 на 12 будет. Это 144, оно на 8 прекрасно делится. А скажем, вот 13 на 13 делиться не будет, то просто, что оно нечетно, которое, по-моему, 169. А оно нечетно, и поэтому на 8 оно... А почему мы взяли k равно 8, и никакой числу попроще? Например, k равно 3. А если k равно простое, то там, наверное, другая будет история. Значит, если k вот такое простое, то есть у нее нет делителей, то есть целая наука, которую мы тоже будем изучать, что тогда вот этого не бывает. Если произведение двух чисел делится на 3, то одно из них делится на 3. Такая вот есть странная специальная особенность. Вот. Хорошо. Значит, что у нас дальше? Значит, есть трехзначное число, в котором все цифры одинаковые. 1, 1, 1, 2, 2, 2, там 9, 9, 9. И вот почему-то говорят, что оно делится на 37. И нас просят объяснить, почему оно делится на 37. И, наверное, хотят не просто, чтобы мы каждое число поделили на калькулятор, и у нас получилось. Да? Может быть, как-то проще можно понять. Да, нет. Но что может быть проще, чтобы написать программу на питоне? А, кстати, как написать программу на питоне, который перебирает все эти числа? От 1, 1, 1 до 9, 9, 9. Да их даже можно ввести на том же питоне. А, просто список можно написать. Риторический вопрос? Нет, я не знаю. Нет, но это самое. Можно понять, что достаточно просто про 111 понять, делится ли оно. Да? Да, но можно, мне кажется, либо начать со 111. А, там есть еще, там в этом рейндже можно указывать третий шаг. Да, да, да. Это, это, да, 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 есть такая штука в питоне, да. То есть, мы начинаем со 111, идем до 1000 с шагом 111. Ну, хорошо, допустим, у нас нет питона, и вообще мы бедные, несчастные, и, значит, никаких компьютеров, живем в 15 веке. Почему все эти числа делятся на 37? Ну, возьмем сначала 111. Да. Почему оно делится на 37? Ну, умножь 3 на 37. Да, но вообще-то все знают, что 3 на 37 – это 111, по-моему. А почему? Есть ли в этом какой-то глубокий смысл? Как я... Потому что 3 на 33 – это 99. Нет, нет, ну так-то возьмем и вычислим. Нет, не знаю. Можно ли как-то так вот предвидеть с орлиным взором, что должно быть на 3 на 37? Не знаю. Ну, видно, что он на 3, по крайней мере, делится, потому что там сумма цифр делится на 3, как это есть такой признак, мы потом уже узнаем. Ну, хорошо, значит, 111 делится. И что же? Ну, 222, оно же в два раза больше, чем 111, значит, будет 6 на 37, да? Да, то есть, ну, 2 на 3, как-то так. Ну, да, или мы можем воспользоваться задачей, которую мы доказали, что если А делится на Б, а Б делится на С, то и А делится на С. Значит, 222 делится на 111, а 101 делится на 37. Да, значит, это у нас такая была задача, значит, и можно на нее теперь сослаться. Хорошо, значит, осталось ли у нас что-нибудь еще, или мы уже все обязательные задачи изучили? А, нет, все обязательные задачи изучили. Там есть еще дополнительные задачи, но мы тогда их запишем отдельно, чтобы вы могли пока не, ну, так сказать, не подвергать себя лишнему искушению, а попробовать сначала их решить. Ну, и эти тоже, конечно, лучше тоже было бы сначала пробовать, но они, на самом деле, такие простые, я думаю, что вы и так все знали заранее. А с дополнительными, ну, чуть-чуть, чуть-чуть стоит подумать. Продолжение следует...